Отдать кошку в рюк, куда отдать котят навсегда. Когда кошек берут в дом, хозяева надеются на долгие годы счастливого сосуществования. Но возникают ситуации, вынуждающие расставаться с питомцами. Владельцы пересматривают варианты пристройки животных. Если ничего не получается, остается отдать кошку в рюк. Почему расстаются с животными? Люди одомашнивали диких зверей с определенной целью ради мяса пуха помощи по хозяйству. У кошек было единственное предназначение – спасать жилища от грызунов. С течением времени это перестало быть актуальным. Кошки просто скрашивают жизнь человека. Домашняя кошка – любимый питомец многих, но не все могут жить с ней. Под одной крышей люди становятся ближе к природе, когда общаются с пушистыми подопечными. Заботу о них делает членов семьи ответственными, организованными. Дети обожают хвостатых питомцев, которые платят преданности и любовью. Тем печальнее момент, когда возникает необходимость расстаться с другом. Причины бывают разными – аллергия. Симптомы повышенной чувствительности на кошачий мех выражаются в виде слезотечения, насморка, кашля. Если человек почувствовал это, когда только взял животное в дом, положение можно исправить – вернуть кота прежнему хозяину. Но болезнь может проявиться не сразу. Если аллерген выявлен, шерсть, людям приходится думать, куда отдать кота или кошку. Нет смысла тратиться на лекарства, которые 80% случаев только снимают симптоматику. Особо опасна ситуация с детьми, поэтому животному ищут новых хозяев – смена места жительства. Проблема возникает, когда люди живут на съемной площади. При ее смене может оказаться, что собственники квартиры ставят условиям проживания без животных к выезд за границу. Некоторые владельцы берут своих питомцев в заграничные путешествия. Без санитарного паспорта это невозможно, получить его сложно. Еще труднее, когда люди навсегда покидают стану. Они занимаются собственным обустройством жизни, попутно ищут, куда пристроить кошку, болезнь или смерть хозяина. Часто пожилые люди берут себе четвероногих компаньонов. Животные приносят радость, успокаивают, стоит только погладить их по шерстке. Забота о питомцах делает менее тягостным одиночество. Но старики теряют дееспособность, умирают. Наследники не всегда берут на себя заботу о животном, решают, куда пристроить осиротевшего кота или кошку навсегда. Обратите внимание, слово «приют» у многих вызывает негативная ассоциация, поэтому люди прежде пересматривают другие варианты пристройки. Куда пристроить домашних кошек? Варианты Выпустить ненужную кошку на улицу – безответственный поступок. Люди успокаивают свою совесть тем, что кошка прежде всего – зверь, она найдет себе пропитание и укрытие. Надеяться на сердобольных граждан, которые будут подкармливать животное. Важно – оказаться без попечения для кошки огромный стресс. Домашняя неженка имеет слабый иммунитет, ведь она жила на прививках. Лышенная вакцинацией кошечка подхватит паразитов от уличных бродяг, заболеет и погибнет. Часто люди выпускают котов вблизи пунктов общественного питания, на стройплощадках, фермах, но это равносильно выбрасыванию на улицу. Около таких мест без рово обитает немало бездомных животных с болезнями и насекомыми. Такие действия приравниваются к оставлению в опасности. Они влекут административную ответственность, наказываются штрафами до 2000. РУП «Звездочка» Обратите внимание. В правительстве РЕФ предполагают увеличить наказание за подобные дела, приравняв их к жестокому обращению с представителями живой природы, а это уже уголовная статья. Люди должны понимать, что бесхозная кошка может попасть в руки живодеров и садистов. Так что совесть не может быть спокойной, когда домашнее животное, привыкшее к комфорту и уходу, оказывается предоставленным самому себе. Вариантов пристройки множество, стоит рассмотреть каждый из них. Передержка – это места, где котиков берут на временное содержание. Такую услугу за деньги от полутора до трех тысяч. РУП в месяц предлагают частные лица и организации. Пункты актуальны для хозяев, которые едут в отпуск или длительную командировку. На время ремонта в квартире владельцы тоже часто отдают питомцев на передержку. Здесь животных кормят, выгуливают, ухаживают. Кошки легко адаптируются к новым условиям, особенно если отдать временным хозяевам привычные предметы – коврики, посуду, игрушки. Обратите внимание, к этому варианту пристройки относятся и гостиницы для животных. Там содержание оформляют документально, цены выше, условия содержания лучше. Как выглядит катакофия, куда можно сдавать питомцев. Катакофия – одна из форм временного приюта для ненужных котов. Уникальный проект набирает популярность в городах и больших поселениях. Сюда за общением приходят люди, не имеющие возможности содержать домашних животных. Вход за пожертвование, фиксированных сумм нет. В заведениях посетители пьют кофе с выпечкой, отдельная плата, играют с котятами. Котохранители обеспечивают животных питанием и уход котиков. Ежедневно осматривают ветеринар, им стирают коврики, дезинфицируют посуду. Котов принимают от людей, которым некуда пристроить питомцев. Забирают с улицы приютов. Животных выдерживают в карантине, прививают, вылечивают. К сведению, владельцы предприятия подыскивают добрых людей, куда передают пушистых навсегда. Катакофия – место, куда можно сдать бездомную кошку. Новые владельцы, прежде чем сдать домашнюю кошку, рьют, стоит попытаться найти ей новых хозяев. Спрашивают друзей и родственников, быть может кто-то именно сейчас ищет питомца. Пользуются возможностями интернета, дают объявления на форумах, в социальных сетях. Распространенный вариант – листовки с отрывными номерами телефонов, в отъездах, общественных местах. Советы по пристрою. Нужно привести подопечных в порядок, делать ревивки, обработать от гельминтов, кастрировать, стерилизовать взрослых. Особей рекомендуется сделать фото с котиками хорошего качества. Необходимо составить креативное объявление, в котором описать характер. Животного – его привычки, чему обучен воспитанник, не годит ли в квартире, адаптирован ли к обществу людей, в чем его уникальность. Тут нужно быть правдивыми. Если кошка не любит детей, необходимо указать это. Публикация должна вызвать симпатию соискателя. Не нужно писать, что кошка отдается со своими личными вещами, так как найдутся люди, которые соблазнятся на них, а четвероногого выбросят. Приданное – лучше отдать новому владельцу в качестве подарка. Стоит пообщаться с претендентом, составить представление и о нем подумать, хорошо ли животному будет в новой семье. Обратите внимание, когда нестерилизованная любимица приводит многочисленное потомство, вопрос куда отдать котят, стоит особенно остро. Тут пригодятся плакаты, репосты в соцсетях. Кошачий приют. Слово пугает и отталкивает. Возникает картина грязного места с большим скоплением бездомных животных. Плохой уход, болезни, скорая смерть. Это устаревшее представление. В некоторой степени оно касается государственных учреждений. Финансирование там слабое питомцев больше, чем выделяется средств на их содержание. Тем не менее приюты выполняют четыре функции – оперативная и ветеринарная помощь. Возможно даже и в Таназе, чтобы окончить мучения безнадежно больных особей, длительный присмотр попытки отыскать хозяев потерянного животного поиск новых владельцев. К сведению, работу проводят служащие предприятия, волонтеры. Таких организаций крайне мало, но на помощь пришли частные заведения. Их открывают заинтересованные люди на собственные деньги и спонсорские пожертвования. Животных здесь спасают из критических ситуаций. Бросили дачники, умер хозяин, родились в дворотни. В риотах котов кормят, лечат, вакцинируют. Команда, руководитель организовывает работу, распределяет средства. Ветеринар отвечает за здоровье притомцев, рабочие кормят. Бесхозных особей чистят клетки, дезинфицируют миски и поилки. Пиарщики распространяют информацию о воспитанниках, находят новых. Владельцев, спонсоры помогают финансово. Волонтеры отлавливают бродяг, перевозят, помогают ухаживать. Диспетчер принимает звонки. И заявки на содержание животных. Важно! Частные предприятия имеют цель пристроить бездомное существо. Отдать кота в такой приют можно безбоязненно. Проще всего пристроить в новую семью котят. Особенности устройства котят. Малышей пристроить проще, чем взрослых. Нестерилизованная кошка за всю жизнь приносит до 90 голов потомства. Котят приходится раздавать. Действенный способ объявления. Но тут нужно быть настороже. Часто откликаются мошенники и коробочники. Они забирают помет за копейки, потом выносят малышей в коробках в людные места и выпрашивают деньги на пропитание. Милосердные граждане не проходят мимо. Нажившись на котятах коробочники выбрасывают средства заработка на помойку. Обратите внимание, за породистыми особями охотятся перекупщики, которые продают малышей на птичьих рынках, парках. Если товар не удается сбыть, котят постигает страшная участь. Что должно насторожить хозяев, готовых отдать котят на воспитание, соискатель предлагает забрать весь помет, скорее всего он коробочник. Будущий хозяин не интересуется породой котенка, характером, особенностями, берет на перепродажу, человек готов забрать всех котят. Плюс некоторую сумму, якобы, на устройство животных. Аферист, который заберет деньги, котят выбросят. Если кошка принесла потомство, не стоит торопиться, так как действительно добрые люди найдутся. Обстоятельства вынуждает владельцев расставаться с домашними питомцами. Варианты, куда можно отдать котят и взрослых животных. Передержка, кота кафе, новые хозяева по объявлению приют для животных. Последний, не самый страшный выход. Можно подобрать частное заведение, где котикам обеспечивают уход и ветеринарный досмотр. Хуже всего, выбросить котенка на улицу в надежде, что его подберут или он сам как-нибудь выживет. Звездочка цены в статье указана на март 2020 года. Продолжение следует...